Всем привет, с вами Алекс Леви. Я знаю, что многие уже давно ждут уроки, и вот наконец я нашел время, чтобы его записать. Это мой первый урок, поэтому не судите строго, я могу делать паузы, иногда ошибаться. Урок легкий для начинающих, но я постараюсь все равно объяснять все простым языком. Это будет урок по текстовому эффекту, и вот так должен будет выглядеть конечный результат. Все исходные файлы для работы вы можете скачать, пройдя по ссылке в описании к видео, чтобы вы могли работать параллельно со мной. Не обязательно использовать именно те файлы, которые использую я в своем уроке, вы можете сами подобрать по своему вкусу. Начнем. Для начала создаем новый файл, для этого кликаем файл, создать, и выбираем размер, ширина, высота. Я выбираю 1920 на 1080. Теперь нам нужно разблокировать слой фон. Для этого кликаем левой кнопкой мыши два раза по слою с фоном. И нажимаем ОК. Давайте переименуем его. Назовем его фон. Теперь нам нужно залить его каким-нибудь цветом. Для этого переходим в панель инструментов, выбираем градиент. Далее выбираем радиальный градиент. И выбираем цвета. Я выбираю где-то вот сейчас синеватый цвет. Синеватый. И здесь еще потемнее нужно выбрать, чтобы был переход. И теперь тянем. Вот от левого, зажимаем левую кнопку мыши и тянем вправо. Так, разницы особо нету, поэтому мне нужно немножко еще сделать светлее, чтобы была разница. Вот так. Еще раз. Вот теперь разница есть. Вот так. Далее наложим текстуру на фон. Выбираем текстуру. Текстура 1. Перемещаем. Enter. И теперь нам нужно ее перевернуть и расширить на весь документ. Для этого идем. Редактирование. Трансформирование. Поворот на 90 градусов по часовой. Теперь выбираем инструмент перемещения. Зажимаем shift. И растягиваем. Растягиваем. Берем за угол. Правый нижний угол. И растягиваем документ. Нужно его разместить на весь документ. Вот. Вот так. Все. Теперь нам нужно его обесцветить. Но сначала нужно его растрировать. Для этого опять выбираем его на панели из слоев. И нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем растрировать слой. Теперь надо обесцветить. Нажимаем ctrl shift u. Одновременно. Ctrl shift u. Все слой обесцвечен. Выбираем режим наложения. Мягкий свет. Вот так получилось. Фон можно чуть-чуть сделать темнее. Для этого опять выбираем фон, изображение, коррекция, яркость. Но это уже на вкус. Вы можете оставить его таким, как он есть сейчас. Вот. Дальше создаем текст. Выбираем инструмент текст. Цвет не важен. И пишем. Пишем то, что вам угодно. Теперь нужно его опять-таки увеличить, как вам нужно. Перенести, куда вам нужно. Для этого опять выбираем инструмент перемещения. Зажимаем shift. И нажимаем левую кнопку мыши в правом углу нижнем. И тянем, растягиваем его. Вот. Я выбираю вот такой размер. Оставлю. Отпускаем shift. И переносим туда, куда вам удобно. Я оставляю вот здесь. Все. Текстовый слой есть. Теперь нужно покрыть его текстурой. Выбираем текстуру. Вот, например, вот эта. Текстура 2. Переносим ее. Растягивать ее не надо. Она уже занимает всю площадь документов. Нажимаем enter. И теперь, чтобы покрыть ее текст, нужно зажать alt. И навести курсор мыши между слоями текстура и текстовым слоем. Когда вы наведете, должен появиться вот такой квадратик со стрелочкой вниз. Когда он появится, не отпуская alt, нажимаете левую кнопку мыши. Теперь он как раз таки лег на текст. Вы можете перемещать верхний слой. Можете изменять цвет слоя, оттенки. То есть, и он будет меняться. Давайте растрируем этот слой. Опять правой кнопкой мыши на этом слое. И растрировать слой. Теперь мы можем изменить оттенок. Для этого нажимаем control U. Вот открылось окошко. И вот здесь цветовой тон. Можете выбрать какой вам угодно. Я выберу немножко, наверное, зеленоватый. Вот такой. Да, пусть будет зеленоватый. Все. Так, теперь нужно поработать над текстом. Добавить эффект. Переходим на слой с текстом. Нажимаем два раза. Открывается окно стиль слоя. Выбираем тень. Что тут меняем? Убираем глобальное освещение. Снимаем птичку. Делаем смещение, прибавляем. Ну, вот где-то на 13. И размер делаем 16. Да, 16. Дальше выбираем внутренний тень или внутреннее свечение. Тут особой разницы сейчас нет. Ну, допустим, внутреннее свечение. Нет, лучше давайте внутренний тень. Выбираем. Ставим цвет белый. Выбираем режим наложения. Допустим, замена свету. Вот. Опять убираем галку глобальное освещение. Угол я хочу поменять. Да, я хочу, чтобы это было более справа и внизу. И теперь играйте с настройками смещения, стягивания, размер, так как вам будет более, ну, для вас красивее. Я выбираю сейчас вот такие настройки. Да, я выбрал вот смещение 4, стягивание 7, размер 0. Немножко, вот, как будто появился объем небольшой. Все. Нажимаем ОК. Далее можем наложить еще одну текстуру. Сначала выберите опять слой с текстура 2 и берем новую текстуру и переносим ее опять. Вот. Нажимаем Enter. Размер менять не надо, она уже и так нормальная. И опять тем же самым образом зажимаете Alt, наводите курсор мыши между текстура 3 и текстура 2. Появился вот этот квадратик со стрелкой и нажимаем левую кнопку мыши. Вот. Теперь давайте уменьшим прозрачность, ну, допустим, до... Ну, давайте сделаем 13. То есть, как бы, эта текстура видна, но она не закрывает старую текстуру. И вот такой вот эффект прозрачности будет. Вот, выбираем и все. Оставляем так, наверное. Да. Так, теперь, что нам нужно сделать дальше? Давайте эти три слоя, текстура 3, текстура 2 и текстовый слой соединим вместе. И... Секунду. Да. И дублируем. Значит, выбираем текст... Зажимаем Ctrl. Левой кнопкой мыши кликаем на текстура 3, потом текстура 2 и текстовый слой. Не отпуская Ctrl опять-таки. Вот, выделились три слоя. Дальше... Отпустили Ctrl и нажмите Ctrl-J. Ctrl-J. J, то есть. Я не знаю как. Я на английском не очень хорошо разговариваю. Поэтому простите. Ctrl-J. Так. Вот они дублировались. И теперь нажмите Ctrl-J. И вот они соединились. Теперь перетащите их под слой с текстом. Вот. Перетащились. Теперь давайте... Будем... Несколько раз его еще продублируем. Ну, сделаем, допустим, пока 4... 4 копии. Вот у нас сейчас 4 копии. Отключаем все. Вот здесь есть глазок. Отключаем. Оставляем вот... Самый нижний. И перемещаем его. Вот, допустим, сюда. И изменяем размер L-O-A. То есть непрозрачность. Вот, допустим, делаем такую непрозрачность. И поменяйте цвет. Для этого, опять-таки, Ctrl-U нажимаете. И... Вот, выбираете оттенок. Вот, пусть будет такой оттенок. Так, перенесли. Ну, допустим, сюда. Активируем второе. Текстура 3, копия 2. Активируем ее. Опять нажимаем сюда. И теперь перемещаем ее в другое место. Опять... Изменяем прозрачность. И опять Ctrl-U и выбираете цвет. Чтобы цвета отличались, были разные. Активируем еще текст. Следующую текстуру. Опять перемещаем ее. Меняем прозрачность. Ctrl-U и меняем тон. Можно не слишком сильно отдалять их. Но тут уже на вкус. Как вам более будет... Как вам более понравится. Чтобы слишком сильного хаоса не было. Вы можете сделать примерно так. Таким же образом вы создаете, например, еще один какой-то слой. И там пишите свое имя или авторство. Или еще что-то. В общем... Это уже не обязательно показывать. Потому что процесс, в принципе, тот же самый. Ну, вот практически и все. Надеюсь, у вас получилось. Если вы что-то не поняли, попробуйте еще раз пересмотреть урок. Свой итоговый результат вы можете оставить в комментариях к этому видео на моей страничке в Facebook. Там можете задать вопросы по уроку. Ну, все в принципе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. А также идеи для новых уроков. С вами был Алекс. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok